Как и предшественник, Разумов бывший десантник. С 1985 по 1987 годы воевал в Афганистане, руководил парашютно-десантным батальоном, получил два ранения. Александр Разумов награжден двумя орденами Красной Звезды, многими медалями. В Симферополь он перебирается из Москвы, где также долгое время трудился на благо друзей военных лет. Разумов хороший экономист и менеджер. В столице он заместитель генерального директора крупного предприятия, поэтому не понаслышке знает, как нужно организовывать дело. Я просто родился в Крыму, в городе Симферополь. Тут похоронены мои предки. Ну, то есть, я буду заниматься организацией, потому что сложилась такая ситуация здесь сейчас в регионе, что это делать необходимо. Буду заниматься, буду работать. Мы уже написали заявление, вошли в объединенную крымскую организацию. Скорее всего, туда подтянутся. Предшественник Разумова, многолетний руководитель Крымского Союза афганцев Александр Волков, несмотря на то, что передал бразды правления, все же остается при деле. Теперь генерал-майор стал почетным председателем организации. Ну, у меня, во-первых, возрасту 69 лет. Ну, уже более молодой. Разумов Александр Николаевич, который принял организацию, он более молодой, энергичный полковник, десантник, как и я тоже самое. Будем дружить и дальше. Я избрали меня почетным председателем организации, поэтому я не ухожу с организации, буду трудиться в организации на благо наших афганцев всех. Также Разумов выбрал своих заместителей и членов исполкома. У руководителя много планов. Например, он собирается объединить Союз ветеранов Афганистана с организацией десантников России.